Спонсор программы «Дачник-удачник» Севстройторг Здравствуйте! С вами программа «Дачник-удачник» и я Мария Воробьева. Сегодня в нашей программе вы узнаете, как сделать летний душ своими руками, как выбрать качественный утеплитель для дачи и, конечно, познакомитесь с участниками конкурсов «Лучшая дача», «Ландшафтный дизайн» и «Пушистый дачник». Что может быть лучше в летний зной после работы на грядках, если не душ? К сожалению, не каждый седовод может похвастаться водопроводом с хорошим напором. Как сделать душ на даче своими руками и наслаждаться водными процедурами на открытом воздухе – об этом в нашем следующем видеоматериале. Любой душ нужно ставить в закрытом от ветра месте, желательно на небольшой возвышенности и вдали от деревянных заборов и других строений, чтобы повышенная влажность не разрушала древесину. Надо установить твердое основание или поддон с отводом использованной воды. При этом убирается грунт примерно на 30 сантиметров и дно ямы устилается камнем, щебнем или булыжником. Для гидроизоляции поверх растилается рубероид или полиэтиленовая пленка и заливается слой бетона. Чтобы стоки стекали, площадку выполняют слегка наклонной. Сверху можно положить трап. Если на участке есть точная канава, проще всего будет провести слив к ней. Время от времени ее надо чистить от сора и грязи. Самый простой способ построить ограждение – установить по периметру деревянные или пластиковые стойки и натянуть на них полиэтиленовую пленку или закрепить ПВХ-панели. Для прочного и долговечного каркаса больше подойдут стальные трубы, укрепленные цементным основанием с обвязкой сверху и снизу. Под каждую опору выкапывается небольшая яма. В нее устанавливается труба и заливается бетонный раствор. Смесь полностью застынет на неделю. После этого можно навешивать ограждение. Сверху рама как опора для водяного бака, стены кабинки из досок, поликарбоната, шифера или профнастила. Вешать деревянную дверь в условиях постоянной влажности нерационально. Она будет разбухать и деформироваться. Лучше повесить штору. К емкость под воду железная бочка на 100 или 200 литров. А чтобы горячая вода не остывала, над баком можно соорудить своего рода теплицу. Купол со всех сторон обшитый поликарбонатом. Важнее всего погода в доме. А чтобы в нем всегда было уютно и тепло, нужно знать, как создавать такую атмосферу. Начнем с утеплителя для дома. Выбрать качественный вам поможет представитель компании «Севстройторг». Мы специализируемся на трех классах, скажем. Три группы материалов. Это будут каменные ваты, конкретно базальтовые группы. А ваты на основе стекловолокна. Будут в простонародье стекловата. И пенополистирол, конкретно экстрадированный. Это будет сжатый пенополистирол. Самым популярным, наверное, будут являться именно каменные ваты, которые вот горных базальтовых групп. Так как у них долговечность самая высокая, они из экологически чистых материалов сделаны, не горючие. И цена у них достаточно средней категории, скажем. Стабильно 10 лет. При грамотном монтаже они в любом случае, любой из материалов, который вы у нас привезете, будет стоять. Но это нужно соблюдать все инструкции, которые рекомендует завод. Экстрадированный пенополистирол. Он простоит, думаю, что больше 30 лет точно. Но ценник у него высший. И, к сожалению, он является горючим. Поэтому это только фундаменты, либо нежилые постройки. И где нет прямого доступа к огню. Насекомым они не подвержены. Также он не гниет. Влагу не впитывает не тот. Накопить может, но они обязательно должны быть сухие при монтаже. Поэтому, если вы под дождем оставили их у гаража, то, к сожалению, использовать это нельзя. Чаще всего берут из оверх. Конкретно в этой упаковке 20 квадратных метров. И для примера здесь будет примерно около 5 квадратов. Потом площадь крытья одной упаковки здесь будет гораздо меньше. В любом случае мы не забываем про меры предосторожности. Одеваем респиратор, одеваем перчатки, специальная форма и после этого начинаем монтировать. Переходим к нашим конкурсантам. Точнее, идем к ним в гости на загородные участки. Приветливая семья Тарасовых удивила нас многообразием цветов, спелых ягод и овощей. Они участвуют в номинации «Лучшая дача». Вся дача семьи Тарасовых украшена разноцветными цветами. Здесь бархатцы, настурцы и гладиолусы. А в огороде найдется все для летних салатов и зимних заготовок. Грядки украшают пластиковыми питомцами. А вот любимцев котов в шутку называют охранниками участка. Скоро семья Тарасовых соберет вишню. Уже созрели первые ягоды с куста, которому один год. Рядом растут кабачки в бочках. Дача высоты «Радуга» стала для Тарасовых домом. Семья живет здесь шесть лет. Построили баню и летнюю кухню. Здесь нет суеты, отдыхаем. Воздух свежий, чистый, спокойствие. Наслаждаемся природой. Идем в такое небольшое хозяйство, выращиваем овощи, ягоды для себя. А эту подставку для цветов семье Тарасовых подарили друзья. И сама Алла Александровна осваивает новое творчество. Из машинных шин вырезает лебедей и делает вазы для цветов. На выходные Тарасовы ждут в гости детей и семимесячного внука Георгия. Для них уже подготовлен надувной бассейн и качели. А вот на одной из дач в СНТ 2 на 1 поселились удивительные соседи. Семейство белок. Дружбу с ними водит Татьяна Петрова. Нашей конкурсантке в номинации «Пушистый дачник» удалось запечатлеть на фото неугомонных зверьков. Гнездо пушистых белок находится на чердаке. А когда семейство вырастает, питомцы живут на соседней даче в собственном теремке. Его смастерила для зверят семья Лосовских. Присылайте и вы фото своих любимцев и уникальных дачных участков. Звоните, чтобы пригласить в гости нашу съемочную группу. Участвуйте и выигрывайте призы. На сегодня это все. С вами была программа «Дачник-удачник» и я, ведущая Мария Воробьева. Смотрите нас на телеканале ГТРК каждую среду и пятницу и вы узнаете много полезного и интересного. Хороших выходных! Субтитры создавал DimaTorzok